Поговорим про РПП, что это такое, и будем это обсуждать. Вообще, что такое расстройство? В психиатрии принят термин расстройство. Там нет такого, сейчас нет такого термина заболевания. Потому что классическое заболевание подразумевает, что у нас что-то поражено в теле. Есть нарушения на уровне органов, на уровне тканей, может быть и там, и там. Так вот, в психиатрии нарушения настолько тонкие, что их сложно определить. Ну да, что-то происходит с мозгом, может быть кровоток меняется немножко, может быть меняется нейронная активность. Но в психиатрии все, что мы видим, основные проявления, это то, что человек делает, ну или наоборот не делает. И конечно же то, что человек об этом рассказывает, то есть о своем внутреннем мире. Поэтому принят такой мягкий термин расстройство. Ну, по-старому, если говорить, это равно нозологической форме или болезни. Вот, это первое. Расстройство пищевого поведения. Что такое пищевое поведение? Пищевое поведение это то, что мы, во-первых, делаем по отношению к пище. Но, вот именно в психиатрии принято, что это еще то, что мы по этому поводу думаем. Не обязательно делаем, но еще думаем. И по этому поводу чувствуем. То есть, весь комплекс это мысли, эмоции и поведение. Так вот, расстройство пищевого поведения в этом плане подразумевается, сейчас принят трансдиагностический подход. Это, скажем так, это очень высокая сверхценность, необычайно большая ценность того, что человек придает значение своему весу, либо форме тела, чаще всего и тому, и тому, и контролю над питанием. Это считается ядро. Это считается сама суть расстройств пищевого поведения. То есть, если у обычного человека его самооценка, его восприятие себя складывается из многих разных факторов, то при РПП во главе угла стоит, ну, условно, какая у меня попа, да, или как я сегодня уложился в эти калории. И если вдруг там плюс две калории, то это ужас-ужас и все пропало, несмотря на все остальное, что у человека может быть хорошо. То есть, это сверхценность. Какие особенности есть при РПП сейчас? Ну, несмотря на то, что вроде бы их достаточно много, говорят, что это не смертельно. Вот при анорексии, при этом спектре расстройств до 10% тех, у кого диагностируют анорексию, надежно умирают в первые 10 лет после диагностики. То есть, это серьезно, это одно из самых таких тяжелых, по крайней мере, в нашей практике расстройств. И оно не так-то хорошо лечится, особенно современными подходами и медикаментами. Ну, и по правде говоря, если так говорить откровенно, то не все знают, как с ним, с людьми с этим расстройством работать, что делать. Ну, и не особенно хотят. Ну, да, попадает человек, диагностирует психоз и лечит на общих основаниях обычно. А там нужна специальная тактика. Люди с булимическим спектром расстройств тоже есть, они тоже сильно страдают. И их смертность обусловлена сопутствующими заболеваниями. Ну, это сахарный диабет, его осложнение. Понятно, что если у человека есть много, это провоцирует нарушение углеводного обмена. Это артериальная гипертензия, это какие-то послеоперационные осложнения. Но, а так как РПП все-таки чаще встречается у женщин, чем у мужчин, РПП расстройство пищевого поведения, то, конечно, это осложнение во время беременности, родов и послеродового периода. Но, что интересно, что интересно, казалось бы, с одной стороны, да, спектра, лежит аналитичные нарушения, когда человек ест мало, очень мало, недостаточно иногда даже для поддержания жизни, когда потихонечку человек буквально угасает, угасает, угасает. У меня такие клиенты периодически есть, я их веду, прямо, знаете, жалко смотреть, когда вот эта девушка, подросток, она такая худенькая, изможденная. Но глаза горят, она энергичная для каких-то дел и настроена весьма серьезно. Вот с другой стороны мы видим, это булимия или биндж-эйтинг, это переедание, которое немножко не дотягивает до булимии, но все равно тягостная вещь. Тут люди едят много, необычно много, и бывает так, что и желудок болит, бывает так, что используют очистительные процедуры. Но что интересно, да, привет, привет, что вот с этой стороны, что с этой стороны, хотя, кажется, клинические проявления совершенно разные, суть одна и та же. И там, и там важно, как я выгляжу, важно, сколько я вешу, важно, как, что, когда я ем, и важно, чего я не ем. То есть, вот это есть суть РПП. И интересно, что примерно 60% всех расстройств пищевого поведения, это не специфичные, то есть, это не то и не то, это какая-то вот такая смесь. И еще один интересный момент есть, оказывается, в большинстве случаев существует миграция РПП. То есть, у некоторых людей, скажем так, в раннем юношестве начинается это с булимических каких-то проявлений симптомов, потом на время проходит или не проходит, но через 10, 20, 30 лет, чаще всего после рождения первого или второго ребенка, ну, опять же, мы говорим о женщинах, люди переходят на другую сторону спектра, это булимические расстройства, то есть, одно трансформируется в другое. Вот, поэтому, ну, по крайней мере, в когнитивно-поведенческой терапии принят единый протокол для лечения, для коррекции, для помощи и тем, и тем, потому что ядро одно. Теперь давайте мы посмотрим немножко на питание при РПП. При этих расстройствах, при этих расстройствах ограничения в питании, вот это существенная часть, то есть, люди пытаются что-то сделать со своим питанием. Или все время, как при анорексии, или хотя бы эпизодически, как при булимии. И вот эти ограничения в питании, они постоянные, они слишком большие для рациона обычного человека. Но мы понимаем, какие могут быть обычные ограничения в питании. Кстати, вот, как вы понимаете это, я попрошу написать. Вот, обычные ограничения в питании, что это может быть? Сталкивался ли кто-то с этим? Если вы понимаете, о чем я говорю, может ли кто-то привести пример? Что такое ограничения в питании? Обычные, я бы сказал так, житейские. Ну, нельзя, жирное, сладкое, это, ну ладно, хорошо. Пусть будет такое мнение. Хорошо, еще у кого какие могут быть идеи? Что такое обычные ограничения в питании? Да, 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 на ночь, не жренькать, спасибо, голод. Отказывается от сладкого, ага, ага. Так. Давайте мы упростим эту задачу. Обычные ограничения в питании, это когда не хочу, не ем. Да, привет, привет тем, кто присоединился. Обычные ограничения в питании? Ну, не хочу, вот просто не хочу и не ем. Например, мне просто не нравится эта еда или ее запах. Или я вчера так много этого съел, что сегодня уже не хочу. Ну, это бывает, например, со сладким, когда дорвешься сегодня до чего-то. Да, да, да. А завтра уже как-то, ну вот, аж поташнивает от этого. Такие ситуативные. Не хочу, не ем. Но через некоторое время я опять это захочу и опять это буду есть. То есть, этот продукт будет, в принципе, в моем рационе, так или иначе. Хотя бы время от времени. Но при расстройствах пищевого поведения эти ограничения в питании, они постоянны и стабильны. Вот как выше были ответы, да. Что нельзя жирное сладкое, нельзя чипсы газировку. Или нельзя после какого-то определенного там часа икс. Ну, или там на ночь нельзя. Да, это тоже ограничение связано со временем. Вот, подруга отказывается от сладкого. То есть, это такое достаточно устойчивое, ригидное, я бы сказал, слишком жесткое ограничение, которое человек пытается сохранить изо всех сил. И вот эти ограничения в питании и их последствия, это то, что начинает причинять вред. И, как у нас говорится, даже инвалидизирует. Вот это суть ограничений в питании. Это те искажения, которые являются проявлением РПП. Вот такие вот дела. Что еще РПП? Какой еще частый признак при РПП? Это, во-первых, какие-то физические тренировки, иногда избыточные. Вот у меня как-то была консультация, когда привели подростка на консультацию. Ну, вы знаете, обычно проблема бывает совершенно другого рода. Помогите, как заставить его или как заставить ее там заниматься, делать зарядку, хотя бы немножко двигаться. А то вечно со школы придет, в телефон уткнется и все, и больше ничего не делает. Здесь была проблема другого рода, когда родители вынуждены были останавливать своего ребенка от того, что он несколько раз в день делает интенсивные тренировки. То есть, буквально они за ним следят, контроль ослабевает, он опять делает какие-то силовые упражнения, его ловят, его прямо прерывают на этом. Он опять через некоторое время это делает. То есть, это избыточные тренировки, назойливые иногда, они бывают настолько интенсивные, что у человека не остается времени ни на что другое. И это процедуры часто, вот это тоже часто бывает при РПП, не обязательно, не при каждом виде, не при каждой, там есть разновидности РПП, но бывает. Это очищение. И вот если мы заглянем в интернет, есть куча дурацких форумов, на которых, вот один из форумов, наша цель что-то 40 килограммов, прям аналитичный форум. И там куча всяких дурацких рецептов, как вызывать рвоту, уж простите за неаппетитные вещи, как какие слабительные, мочегомные клизмы использовать. То есть, это очищение. Ну, все равно, что если ты вчера поел лишнего, или если твой вес недостаточно быстро меняется, вот тебе как наказание, что ли, или как дополнительную нагрузку. То есть, вот это основные такие клинические проявления при РПП. Изменение питания, тренировки и очищение. Если мы будем разбираться строго в этом, очень строго, что если в нашей стране у женщины РПП, возможно, возможно, есть, да, хотя бы не так ярко клинически выражено, но по крайней мере, так как суть РПП это мышление прежде всего, то да, да. Особенно, если самооценка строится на том, как выглядишь, какой у тебя вес, да, как ты питаешься, ну, или как ты соблюдаешь режим тренировок и так далее, да, да, очень похоже на это. А вот откуда это берется, мы с вами сейчас разберем, уже очень скоро. И какие факторы риска в этом есть. И я бы сказал так, что особенно для тех, у кого есть дети, особенно для тех, у кого есть дети, по крайней мере, вы сможете знать, на что обратить внимание, что делать, что не делать, что говорить, что не говорить. Потому что есть, ну, буквально волшебные фразы, которые повышают риск развития РПП, есть так называемые жирные разговоры. Вот если они есть, риск развития РПП почти в два раза выше, представляете, да, только одни разговоры об этом, и мы повышаем риск. Это много, это можно изменить. Ну, давайте мы теперь поговорим про факторы риска. У них вообще три большие группы. Да, спасибо. Вот, кстати, для тех, кто меня слышит, когда вот эти сердечки выпускаете, я это очень люблю. Три группы факторов риска, всего три. Да, это биология, это факторы риска среды и, конечно, психологические факторы. Ну, причем первое и последнее, наверное, связаны, потому что психология у нас так или иначе завязана на генетику. Темперамент, склонность реагировать, допустим, предрасположенность к тревоге, к сменам настроения. Все-таки с генетикой связаны. Не на сто процентов, но существенно. Что касается биологии. Вот, например, анорексия имеет особый генетический профиль и считается, что она наследуется больше, чем в половине случаев. То есть, если у мамы, особенно если у мамы есть анорексия, больше, чем в половине случаев, есть риски, что у дочери тоже будет анорексия. Поэтому на это нужно обращать внимание. Это нужно обращать внимание. И, зная, что этот риск есть, можно специально какие-то моменты смягчать, обходить, избегать, предупреждать. Очень часто и еще один фактор риска, опять же биологический, это фиктивные расстройства. В частности, предрасположенность к депрессивным расстройствам, предрасположенность к тревоге. Ну и, может быть, колебания настроения. Потому что частично РПП бывает, начинается как способ собладать с какими-то аффективными расстройствами, то есть с расстройствами настроения. А дальше, вот как с алкоголем. Я часто привожу этот пример, что алкоголь вообще в чем-то выполняет полезную функцию. Он людям хотя бы на время помогает успокоиться, расслабиться, снять тревогу. Но наступает какой-то момент, когда алкоголя становится так много, когда он сам по себе начинает быть проблемой, самостоятельной проблемой. И эта проблема становится номером один. Больше, чем исходная тревога, например. Вот так же и здесь, что есть какие-то тревожные расстройства. Но если еда почему-то в семейной культуре, например, в этой культуре, в это время была принята как средство успокоиться, раз-раз-раз и начинает формироваться вот этот вот дефект, вот эта вот зацикленность. Теперь мы поговорим про среду. Среда. Самая важная среда, конечно же, это семейная. Это ближайшее окружение, микросоциум. Семья. Вот я уже говорил, жирные разговоры. Разговоры, да. Что такое жирные разговоры, мы чуть позже разберем. В том числе фиксация на весе, фиксация на фигуре, конечно же. И нарушенное питание. В некоторых семьях это бывает. Теперь я попрошу вас написать. Давайте мы сейчас вспомним. Все те, кто сейчас здесь есть и меня слышат. Что вы слышали в детстве от своих родителей, бабушек, дедушек. Может быть в детском саде от воспитателей. Как можно в более раннем возрасте. От братьев, сестер. Если кто-то ходил в спортивную секцию, бывает такое, от тренера, от воспитателей, от подружек. Что вы слышали, что вы знаете о форме тела, о полноте и о питании. Какие люди считаются здоровыми, какие люди считаются красивыми. Вот что приходит сейчас в голову, когда я спрашиваю об этом. И попрошу прямо написать, что вот сейчас наиболее такое сильное, яркое. Прямо знаете, вот то, что впилось в вашу память. Упорное. То, что с вами есть всегда. Что вы помните из этих вот разговоров взрослых о теле. Вот, да. То есть не ешь так много, то будешь толстая, как кадушка. И сразу мы можем подразумевать, что... А если ты будешь толстая, как кадушка, что это значит? То есть, если ты будешь толстой, как кадушка, это означает, что толстой быть плохо. Толстой быть некрасиво. Фу-фу-фу, да. Груша, да. Вот. Дай-дай. Это уже убеждение по отношению к еде. То есть, все, чем тебя накормили, в том числе та еда, которая позволяет как-то проявить свои чувства, ты должен это принять. Иначе ты, ну, чаще всего бабушка обидится, да, на тарелке нельзя оставлять. То есть, с раннего детства ты должен откидывать вот эти свои сигналы о насыщении. И учиться их игнорировать, да, несмотря на то, что они есть. Дальше. Папа хотел сына, да, и вот я получилась совсем не той, кем хотел папа. И до сих пор поэтому есть какой-то конфликт со своей женственностью. Наверняка, да, вот. Ну, я очень хотел сына, но... Ну, вот ты родилась, ну, типа, что поделать уже, не выкидывать же, да? Да, да, да. То есть, когда есть несовпадающие ожидания, то женственность – это что-то неприемлемое в таком случае, да. Вот. Девочке не надо растягивать желудок, да, потому что если она его растянет, что будет? Если девочка растянет желудок... Да, спасибо, спасибо за это. Ростоп сердечек. То есть, если девочка растянет желудок, это означает, что? Что она будет есть очень много, ну, и далее она будет толстой какой-то, как кадушка условно. Да, вот, хватит жрать, будет жирное. Опять же, вот эта связь, что ты слишком много ешь, ты будешь полный, и полнота неприемлема, понимаете, да? То есть, с раннего детства мы с этим столкнулись все, и наши дети могут с этим столкнуться, если не столкнулись. То есть, есть неприятие полноты, и всегда возникает вопрос, а где полнота, где ее границы? И вот дальше мы поговорим немножко о культуре, о том, что культура очень сильно сдвигает это восприятие, я бы сказал, в совершенно нереальную сторону. То есть, да, мы где-то понимаем, что избыточная полнота может быть признаком нездоровья, да, но где вот та полнота, которая нормальная, а где нет? Граница очень зыбкая, и культура делает так, что вообще вся любая полнота и даже здоровый нормальный вес становится у нас неприемлемым. Ну, и как я уже говорил, хотя есть исследование о том, что максимально продолжительность жизни у мужчин связана с индексом массы тела не тем, который находится в диапазонах нормы, а там есть и МТ, значит, от 19 до 25, ну, это норма, 25-30 это условно предожирение, так вот, для мужчин это когда индекс массы тела находится в диапазоне предожирения, а для женщин, когда буквально 29-31 индекс массы тела, то есть, это заходом в самое начало первой степени ожирения, то есть, максимально продолжительность жизни связана. То есть, и с точки зрения здоровья, то, что эстетически считается лишними килограммами, является на самом деле более здоровым. Вот так. Да. И еще бывают, как я говорил, нарушения питания в семье. Вот помните, какие-то ограничения в питании, с которыми, может быть, вы сталкивались в своей семье. У своих родственников или у знакомых, еще в раннем возрасте. Я из своего детства не очень помню, потому что тогда этого было меньше. Но вот кто-то уже сейчас мог столкнуться с тем, что, например, картошка это вредно, не надо есть только картошки. Столько сладкого не надо есть. Знакомы кому-то? Этот ребенок ест одни булки. Это нездоровое питание. Мясо надо есть отдельно, а углевод отдельно. Если кто-то с этим сталкивался. И, ну, конечно, венец всего, это когда люди в силу каких-то религиозных соображений, в силу мировоззренческих соображений не едят, например, вообще. Вот, да, вы сталкивались. Спасибо за ответ. Да, то есть, какая-то пища... Да, то есть, какие-то виды пищи являются, условно говоря, неодобряемыми. То есть, они сразу у нас приобретают особое значение. Даже если это есть нельзя или это нехорошо, мы внимание туда направляем. Очень хорошо, да, подожди, когда все сядут за стол. То есть, не когда ты голоден или голодна, а когда есть условия для этого. Мы должны подождать, мы должны все собраться, чтобы вот этот ритуал выполнить. То есть, мы опять игнорируем сигналы тела. Вот, голод есть, мы не едим. Голод закончился, есть сытость, но мы должны доесть. Да, вот еще одна предпосылка к тому, чтобы нарушить связь с собой. Да, 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 спасибо, спасибо. Вот. Вот нарушенное питание. И, как я уже говорил, в силу каких-то мировоззренческих вещей, в силу религиозных вещей, особенно это бывает в среде вегетарианцев, когда люди и сами не едят, и детям не дают, хотя нарушают их развитие тем самым. Вот. И психологические факторы. Психологические факторы. Перфекционизм. Перфекционизм, понятно, о чем я говорю, что это такое? То есть, стремление к совершенству. Все должно быть совершенно. Поэтому, опять же, перфекционизм, если он есть, он воспитывается, и он пронизывает все сферы жизни. Так, кстати, среди моих пациентов с анорексией не было ни одной, у которой вот эта черта характера не была бы выражена достаточно ярко. То есть, там вот если делает, то делает, ну, знаете, как вот захлеб прямо на все 150 процентов. Все должно быть хорошо, прям идеально. Ну, понятно, что в жизни так не бывает. Но это черта характера, которая воспитывается, и она очень сильно ассоциирована с риском развития РПП. Отсюда какой вывод? Отсюда какой вывод? И, кстати, это общий вывод для воспитания детей. Ну, кто уже догадался? Yes. Да, кстати, это тоже, да. Это тоже, да, что таким, какой ты есть, тебя чаще всего не будут любить, а тебя будут требовать, чтобы ты достиг, достигла успеха вот здесь, вот здесь, вот здесь. Стала вот такой, да, умной, стройной красавицей, и которая там снимется, и, ну, в смысле, как модель. И везде на обложках есть, и везде ее почитают, и все-то она успевает. Ну, как вот этот, знаете, инстаграммная псевдо-жизнь, когда с утра вроде бы делает йогу в таком благостном настроении, тут у нее под мышкой младенец, правой рукой она размешивает какой-нибудь фруктовый салатик, через час она слушает вебинар, ну, такая вот избыточно нереалистичная картинка, да, да, да. Но другой вывод, чему мы должны научить наших детей, если мы сейчас говорим про перфекционизм, и о том, что это фактор риска. И вообще, даже если не РПП, то люди с перфекционизмом страдают. Чему мы должны научить наших детей? По-хорошему, чтобы им было легче. Такая базовая вещь, одна из базовых вещей. Ну-ка, 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 кто догадается? Что мир совершенен в своем несовершенстве. И сейчас наша жизнь наполнена... Идеального не существует, да. Вот другое определение, тоже очень хорошее, да, поддерживаю. Идеального нет, идеального нет. Идеально может быть фантазия, что в реальном мире, точно, разумному пофигизму, да, этого некоторым точно не хватает. Вот разумному пофигизму. Что в реальном мире совершенство обычно недостижимо. К нему можно стремиться. Но так как у нас жизнь состоит из очень разных разделов, очень разных сфер и разных задач, планов, целей, есть что-то очень важное, на чем мы должны сосредоточиться. А остальное, ну, я бы сказал так, ну, поддерживать на таком удовлетворительном уровне и пойдет и ладно, пойдет и ладно. Если понятно, я об этом говорю. Вот важно, допустим, хорошо делать свою работу. Например. Важно там получать удовольствие от жизни. Но, чтобы посуда всегда была идеально вымыта, сложена ровненько-ровненько, чтобы у вас всегда идеально была заправлена кровать, чтобы всегда была идеальная прическа, чтобы всегда была идеально подобрана одежда и прочее, прочее, прочее. Наверное, где-то эти моменты можно упустить, сосредоточиться только на том, что вот на одном, двух, трех ключевых пунктах и все. То есть идеального не существует. И этому мы можем научить детей, прежде всего, как мы можем их научить. Какой самый лучший способ обучения детей, кто знает? Из тех, кто и присоединился сейчас, из тех, кто уже давно на этом эфире. Кстати, тем, кто вновь присоединился, привет. Какой лучший способ учить детей, кто знает? Кто помнит? Я точно вижу среди своих подписчиков, подписчицы, гостей эфира, что у нас есть люди с детьми, да. Да, конечно, личный пример. И когда мы сами показываем детям своим личным примером, своим личным отношением, что... Да, доброго дня. Что? Да, вот есть это важное, да. Это важное дело. А это? Ну, это не так важно, поэтому, знаешь, ну, так. Да и фиг с ним. Вот. Да. Перфекционизм. Второй важный психологический фактор, который очень сильно связан с риском РПП, это низкая самооценка. Низкая самооценка. И она очень часто, вот в нашей культуре, самооценка, социум, да, конечно. Но тогда мы должны учить детей, что на мнение социума мы должны смотреть критично, что не всегда мнение социума нам полезно, потому что мнение социума подразумевает чьи-то цели, не всегда то, что нам важно. Если мы все время будем ориентироваться на это мнение извне, получается, мы свою жизнь строим в угоду чьих-то интересов, но не своих. Теперь мы говорим про самооценку. Второй психологически важный фактор. И очень часто мы неосознанно связываем самооценку с тем, как человек выглядит. Как чаще всего хвалят девочек? Ну-ка вспоминайте. Какие слова говорят девочкам? Особенно это касается девочек. Что у нас прямо связано со внешностью? И такое оценочное слово. Прямо оценочное. Интересно, догадается кто-нибудь или нет? Не все его используют, но возможно, да. Во-во-во, да, да. Правильный ответ в студии есть. Да, когда мы говорим о красоте. Мы говорим, что ты красивая, ты красавица. Да-да-да, да. Мы говорим о красоте. Когда мы говорим о красоте детей, тем самым мы им подкрепляем важность того, что ты красивая равно хорошо. Или ты красивый равно хорошо. А если не красивый, это же подразумевается, это равно плохо. Поэтому дети начинают ориентироваться на красоту. Особенно родители, которые создают из своих девочек вот этих принцесс. Ой, посмотри, какая ты красивая, ты красивее всех. Начинается вот это сравнение. И это всегда ложится на общественное мнение о том, что красота – это важно. А в нашей культуре сейчас преобладают визуальные, как я уже сказал, часто нереалистичные образы, что ты должен или должна выглядеть вот так. Каждый волосок идеально приглажен, каждая прядка идеально уложена, одежда гармонична, такая стройненькая вся, кубики на животе и так далее, и так далее. И что если вдруг что-то выбивается из этого ряда, все, ты не соответствуешь этому идеалу, поэтому не можешь считать себя достаточно хорошей, не можешь наслаждаться жизнью и должна во что бы то ни стало броситься вот это все компенсировать. То есть, есть компенсаторное поведение. И огромный, как мой коллега Сергей Дуренов говорит, он говорит о похудательной индустрии, есть вообще индустрия, которая поддерживает наше стремление к красоте, я бы сказал так, индустрия красоты. Это все, что в какой-то мере подогревает выраженность РПП во всем мире, потому что постоянно посылает вот эти сообщения, образы, что пока ты не соответствуешь некому идеалу, ты не можешь себя чувствовать достаточно хорошо. Поэтому, какой здесь вывод мы должны сделать при общении с детьми? То есть, чтобы не связывать самооценку с тем, как ребенок выглядит, а в будущем как взрослый будет выглядеть, что самое важное мы можем делать для детей? Мы можем говорить им, что не про красоту. Вот это, кстати, то, что я не рекомендую делать. Говорить ребенку, какой ты красивый. Нет, это не лучшее слово. Что мы можем делать? Ну, а как передавать свои хорошие отношения? Есть какая-то идея? Конечно, не оценивать, да. Но передавать свои хорошие отношения, да, как? То есть, если мы не говорим, что ты лучше там, чем Петя или чем Маша, это подразумевает, что ты будешь и хуже кого-то. Но как мы можем передать свои хорошие отношения к ребенку? Да. Во-первых, телесным контактам передавать свои, вот именно через тело объятия, прикосновения. Я как-то говорил, что критично важно, оказывается, в развитии ребенка, это первый год, когда ребенку очень важно, чтобы его обнимали, тискали, шлепали, купали, как-то держали на руках, что если в первый год ребенок этого получает достаточно, никогда не бывает много, но получает хотя бы достаточно, это вот прям заряд на всю оставшуюся жизнь. Профилактика многих вещей, да, то есть, телесный контакт, когда мы передаем ребенку свою любовь, говорить о своих чувствах, да, вот именно говорить, что я тебя люблю, да. И тогда не надо ребенку быть красивым, там, или умным, или учиться на пятерке, или еще учиться и в художественной школе, или в музыкальной школе. Нет, если хочет ребенок, пусть, пожалуйста. Но тогда ребенку не нужно чего-то вот постоянно достигать, он знает, что со мной все в порядке. Вот это глубинное убеждение где-то там, это даже не мысль словами, это просто некое переживание, что со мной все хорошо. И наверняка вы видели таких людей, которые, кажется, может быть, не очень стройны, кажется, не соответствуют каким-то канонам красоты, но вот, допустим, идет женщина, и она какая-то живая, прямо энергичная, она собой довольна, аж излучает что-то. А бывают и те, кто вроде, конечно, зависит, да. А бывают и те, кто, ну, вроде, смотришь внешне все в порядке, но человек как-то зажат, видно, что сам собой в каком-то конфликте, и тогда с этим, ну, к этому человеку не тянет, вот это точно. То есть, да, мы не отыневаем, мы даем телесный контакт, мы говорим о чувствах, ну, и прежде всего мы говорим ребенку, что мы тебя любим. Вот это самое важное, потому что как только у нас начинается подкрепление через красоту, подкрепление через ум, но это реже подкрепление через то, что ребенок хорош тогда, когда что-то сделал или не сделал, тем самым мы закладываем, что одновременно, понимаете, да, что, а тогда ты будешь нехорош, когда не будешь соответствовать какому-то условию. И в современном мире, вот помните, я на одном из прямых эфиров, и для тех, кто был на открытых встречах, мы как-то говорили про куклы, про куклы, которые создают нереальный образ. Уже в дошкольном возрасте девочки начинают моделировать, какими они должны быть, что они должны делать, там, есть, не есть, они говорят про диеты, про то, что не надо есть булки уже в дошкольном возрасте, потому что современная культура подталкивает их к этому, готовят себе потребителей. Самооценка. Третий важный фактор риска – это трудности в коммуникации, особенно если ребенок находится в социальной изоляции. Это тоже важный момент. Вот эти два пункта между собой связаны. То есть, если у ребенка есть контакт с родителями, с окружением, с друзьями, он получает вот эти вот социальные поглаживания. Если их нет, и у меня, кстати, есть, я помню по некоторым своим клиентам, особенно по клиентам с анорексией, там есть вот этот пробел, что общений не так много, есть такой дефицит, поэтому восприятие себя приходится чем-то компенсировать, и поэтому нужно чего-то достигать, и нужно достигать в том числе по отношению к своему телу. И вот эти вот безумные попытки стать еще стране, еще лучше, да, они есть. Поэтому социальное, я бы сказал, социальное богатство – это еще один способ профилактики РПП. Ну, особенно если это хорошее окружение, благоприятное окружение. Вот такие три группы факторов риска. Еще раз, биология, среда и психологические факторы. Это все то, что может каждый из них подталкивать, вот знаете, собираться капля по капле, и когда в какой-то момент оно щелкает, набирается критическая масса, мышление сдвигается, поведение сдвигается, и начинаются отчаянные попытки стать хорошим, любимым, достойным за счет того, что с собой что-то делаешь. С собой, с весом, с телом или через еду. Давайте теперь мы обратим внимание вот на что. Мы уже говорили, что жирные разговоры, да, что вот это есть, это не есть, особенно когда мы говорим детям, что ты посмотри на того-то, на ту-то, на свою подружку, вот она много ест, да, это я уже говорил почти в два раза, там в 1,8, да, ну для простоты в два раза. Только эти, вот только если эти разговоры есть, мы повышаем риск развития РПП у детей. То есть, соответственно, что мы можем делать? Нам лучше всего не говорить про это, не обсуждать тела, не обсуждать, что нужно придерживаться диет. Во многих семьях это прямо, знаете, тема, что мама садится на диету, она всех оповещает и начинается, если мама говорит, что это важно, или она хотя бы передает это эмоциональное отношение, значит, дети это отношение улавливает. Для них диета равно хорошо. Условно нормальный человек должен сидеть на диете или делать что-то с собой, делать что-то с телом, понимаете? То есть, если вдруг вы решаетесь изменить свое питание, вы как взрослый человек, то, по крайней мере, не надо втягивать в это детей, не надо объяснять им, что это жирно, это нехорошо, да и тебе вообще поменьше бы есть сладкого. То есть, вы это делаете сами, как можно меньше оповещая других. Ну, давайте, у нас просится участник на пару слов. Если есть что-то сказать, да? Если есть что-то сказать, да, возможно, сейчас появитесь. Сейчас появитесь. Готовы? Так, не готовы. Ну, нет. Я, видимо, это случайно нажала на какую-то кнопочку. Да, то есть, мы говорили о том, что если вы делаете со своим питанием что-то, ну, пусть даже вы решили что-то поменять, детей в это не надо втягивать, не надо это с ними обсуждать, не надо им говорить про то, что какие-то продукты хороши или вредны, иначе мы закладываем вот это вот избыточное внимание, концентрацию на том, что это можно, это нельзя. Если что-то нельзя, соответственно, это по определению становится более желаемым. В какой-то момент сила воли не сдерживается, силы воли не хватает, человек это съедает, потом начинаются эти угрызения совести, зачем я вот все-таки за это взялся, и так далее, это же нельзя. Мы запускаем тот самый порочный круг. Поэтому не надо обсуждать еду, не надо внушать какие-то диетические идеи. И есть прямо вот это хороший вопрос, я его ждал, думаю, когда же зададут, когда же, блин, Сергей Луниевич, ты скажешь, ну, а все-таки как вот детей приучать к правильному питанию? Я думаю так, что правильное питание, условно правильное питание, про это я тоже говорил, хотя бы план Марш и Хэринг, когда все группы продуктов у нас есть, у нас есть несколько базовых приемов пищи, перекуса, мы должны показать своим примером, что, во-первых, мы сами так едим. Вот, это раз. Во-вторых, если мы в раннем детстве начнем ребенка как-то подавлять, что-то у него отбирать, чего-то лишать, не жаль вы думаете, что если вы ребенку не дадите конфет дома, он их не найдет вне дома, его не угостят друзья, подруги, он не поест от того в школе. Ну, конечно же, нет, он все найдет там, и тогда он будет искать возможность возместить это вне дома где-то, там, где вашего контроля точно не хватит. Поэтому, чтобы снизить эту интенсивность, все продукты, я считаю, должны быть, в рационе должны быть доступны, но вы должны показать, прежде всего, сами, что вы едите вот так. Но если вдруг ребенок что-то ест, не надо у него забирать. И правильное питание, я считаю, обсуждать это с детьми можно только тогда, когда дети более-менее уже созрели здесь. И то лучше всего они, чтобы это делали не вы, а те люди, которые достаточно здравы для этого, и которые обладают влиянием на ребенка. Потому что часто, когда, вы же понимаете, есть вот это противоречие, когда родители говорят ребенку, вот так правильно, ребенок должен противоречить и говорить, нет, это не белое, а черное. Хотя бы из принципа противности. Да, если есть изменения в эндокринной системе, да, понятно, что это частный случай. Это... Ну, наверное, я сейчас прямо не отвечу, потому что это... Тут всегда нужен какой-то баланс между тем, что мы наладим более-менее правильное питание и тем, что у ребенка дальше будет все равно вот эти какие-то срывы, какие-то компенсации. нужно разбираться отдельно. Да. Хорошо, что вы поделились тем, что страдала как самая толстая. Потому что у нас есть такое отношение к людям, что если ты толстая, это равно некрасиво, а еще есть убеждение какое. Кстати, вы тоже можете с детьми его обсуждать, либо хотя бы не поддерживать, что толстые люди это те, у кого что? Чего мало? Толстые люди. Это те люди, у которых мало чего. Ну, вот один из современных мифов, распространенных. Ну, ну, ну. Кто знает? Если человек полный, значит, у него не хватает чего? Такого волшебного компонента. Вот ему бы или ей только чуть-чуть вот это собрать. Да, да, да. Силы воли, конечно. Силы воли не хватает. Это такое типовое убеждение, что все упирается в силу воли. Что если у тебя есть сила воли, значит, ты будешь сидеть на диете, не жрать, будешь там стройная, у тебя кубики на животе будут. А вот все полные люди, это, да, ленивые, ленивые точно. Силы воли у них нет. В общем, важно, чтобы вы эту идею не поддерживали. А, времени еще не хватает, да. Чтобы, если дети приносят это убеждение откуда-то со стороны, чтобы это обсуждали и говорили, что нет, это не так, что на силе воли эти вещи не длятся, что невозможно сидеть на диете годами, даже несколько месяцев невозможно. Да, сила воли ни при чем. То есть, это тоже важное убеждение, которое мы можем разбивать, мы можем его опровергать и воспитывать, я бы сказал, в какой-то мере сочувствие, что если ты видишь полного человека, это не означает, что у него, у нее нет силы воли. Нет, может быть, человек болеет. Может быть, у этого человека столько травм в жизни было, что он вот эту броню теперь носит на себе, потому что ему или ей страшно. Про социальное окружение. Что я еще хотел сказать про окружение? Дело в том, что есть окружение с ориентацией на тело. Вот у меня постоянно есть люди в терапии, которые с расстройствами пищевого поведения. И с анорексией есть, и с булимией есть, и с бинджерством есть, всякие разные. Есть люди с очистительными процедурами. Ну, время от времени то одни, то другие. Так вот, последних клиентов я помню. Каждая из них, будь то девушка-подросток или взрослая женщина, рассказывала. Я вот прямо специально собирал эти случаи о том, что она в детстве ходила на гимнастику, на танцы, на коньках, на фигурное катание. И каждая из них в свое время получила от тренера указание, что надо есть меньше, ты должна быть худой. Ну, вот в таких формах. Поэтому есть прямо калечащие виды деятельности, которые... Кто-то хочет к нам опять в прямой эфир. Ну, давайте. Может быть, у вас получится, если есть что-то. Есть прямо калечащие виды деятельности, которые нас и наших детей прямо подталкивают к РПП. Потому что там то, как выглядишь, то, сколько весишь. Это индустрия красоты, это модельный бизнес, это, конечно, весь спорт, ну, типа художественной гимнастики, танцы и так далее. Это все, что прямиком подпитывает РПП. Потому что там нужно быть в какой-то весовой категории, нужно так выглядеть, и по-другому не будет. Поэтому, если вы хотите уменьшить риски у своих детей именно по РПП, какой разумный выход? Ну-ка, ну-ка, кто знает? Кто знает? Если мы хотим уменьшить риски РПП, и, допустим, отдаем ребенка на танцы, то, то... То, во-первых, хорошо бы, чтобы до этого ребенка уже был запас вот этот ресурсный, что ребенок знает, что мы его и ее любим в любом случае. Во-вторых, как вариант, открыто говорить с тренером, воспитателем, там, преподавателем, говорить, что вы знаете, мы не хотим, чтобы наш ребенок, там, условно, стал суперзвездой и так далее. Поэтому, пожалуйста, не надо говорить ребенку ничего о теле, что мы давайте с вами договоримся, что, пожалуйста, вы ее не обсуждаете, не советуете ей похудеть и так далее. Ну, занимается ребенок, катается там, танцует, ну и пусть. И если вы будете ей говорить, что-то советовать, особенно там, про диету, особенно про то, что она должна похудеть, или о том, что она сейчас толстая, наше пребывание здесь закончится. Потому что это важно. Воспитатели, тренера – это влияющие люди. Что мы про детей говорим? Я иногда слышу, рассказываю от взрослых своих клиентов о том, что кто-то ходит в зал, в обыкновенный зал, без желания показать какие-то рекорды, и тренер что-то говорит, там, ты должна тренироваться усерднее, а то, условно, за зиму попа отрастила, и это прямо вот, знаете, как цепляет. Тренеры – беспощадные люди. Да, а потом они продают еще, давай я тебе составлю план питания, или давай я тебя найду диетолога, ты должна вот так-то есть, потому что у них тоже есть свои вот эти, знаете, искаженные представления о том, как должны выглядеть люди. У них требования к себе тоже высокие, избыточно высокие, что если я их тренирую, значит, они все должны быть, условно, как принцессы, все как куклы Барби, иначе я плохо работаю. Да, да, тренеры – жестокие люди, это точно. Здесь вы правы. То есть, очень осторожно смотреть на то, куда мы отдаем своих детей, кто с ними занимается, и что им там говорят. И прямо налаживать контакт с ребенком, чтобы спрашивать, ну как, нравится тебе там, не говорят ли там чего-то такого, может быть, тренер тебе советует как-то питаться по-особому. То есть, все эти вещи нужно пресекать. Иначе мы получаем потом вот эти вот все проблемы, когда девочка в 14 лет, да, да, оскорбляет и не задумывается, когда девочка в 14 лет, знаете, приходит там с весом, с таким весом, когда ее уже пора госпитализировать в больнице, потому что у нее есть реальные шансы для жизни, реальные риски для жизни, что она может просто умереть, потому что маленький вес. Да. Вот такие дела. Ну что ж, наш прямой эфир потихонечку подходит к концу. Давайте я подведу очень кратенько итоги и, возможно, отвечу еще на несколько вопросов. Итак, есть РПП, да, расстройство пищевого поведения. Это сверхценность того, как я выгляжу, сколько я вешу, или и то, и то, и как я питаюсь, и как я это контролирую, все. Вот это в основе. Будь то булимический спектр, будь то анарктичный спектр, все равно в основе лежит сверхценность вот этого, веса и питания. Есть факторы риска. Биология, среда и психология. То, что прям подталкивает, предрасполагает. Биология и наследственность. Это важно помнить. Среда – это прежде всего семья. Вот эти жирные разговоры, о которых я говорил, это деятельность с ориентацией на тело, на его совершенство, на его красоту. И психология – это перфекционизм, низкая самооценка и социальная изоляция. То есть, если мы обращаем внимание на эти моменты, когда мы любим детей, говорим их, что мы тебя любим, обнимаем их, целуем, даем им понять, что не важно, сколько ты весишь, не важно, как ты выглядишь, мы тебя любим, вот такого, такое, да, тогда мы этим самым снижаем вес, потому что если только тогда ты достоин любви, когда ты строен, только тогда, когда ты достигаешь каких-то результатов в спорте, только тогда, когда ты, условно говоря, радуешь бабушку тем, что, чаще всего маму тем, что не ешь эти пирожки и не ешь сладкое, только тогда мы тебя любим, конечно, это кирпичики, фундамент, РПП. Ну, вот так. Теперь, если есть вопросы, пишите, я отвечу, у нас есть еще несколько минут, если нет, то мы будем завершать. Прямой эфир я постараюсь сохранить, да, сохранить и выложить, да, но как получите. Если есть вопросы, пишите, если есть вопросы, может быть, отдельные, ну, я в соцсетях есть, пишите, да, пожалуйста, надеюсь, что-то полезное было сегодня, хотя бы два-три практичных момента, конкретных я постарался вывести. Я подожду еще 30 секунд, и если вопросов больше не будет, то на этом я завершу. Если будут какие-то отдельные вопросы углубленные, вот как сегодня у нас был, да, уже у ребенка уже эндокринные расстройства, что делать? Ну, это, конечно, отдельный вопрос, тогда лучше напишите мне, мы там подумаем. Я есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, да, 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 здесь пишите. И спасибо вам за то, что вы посылаете целый поток этих сердечек, это прямо как пузырьки в аквариуме, я такое люблю. Ну что ж, вопросов пока нет, я предлагаю на этом завершить. Возможно, что мы проведем еще в таком формате прямой эфир, это вообще эфиры в рамках проекта «Я и мое тело». Вот, а возможно, у нас потихонечку все отменят, тогда у нас будут очные занятия. есть шанс, что в июне уже мы проведем очную встречу. Ну, посмотрим по ситуации. Говорит «не хочу», да, но не хочет, знаете, как, если ребенок здоров и не хочет какое-то время есть, не надо его пичкать. Так, здоровый ребенок проголодается, поест, особенно если еда есть. Ну что ж, на этом тогда я заканчиваю. Спасибо, что были на прямом.